Слушайте, я читаю комментарии и очень сильно рад, что вы с такой радостью воспринимаете эти мои скромные расследования. Я только ступаю на этот путь, потому что я понятия не имел, что там происходит в российской армии, к примеру. Это было очень интересно с этим разбираться. И я рад, что вы с таким оптимизмом и так благожелательно воспринимаете эти расследования. Знаете, особенно я рад этому со стороны граждан Российской Федерации. Этим они как бы подчеркивают, что они не какие-то тупые рабы, которых можно просто сношать, выстраивая себе дворцы. А они остро реагируют на такого рода воровство, на разворовывание в ноль государственного бюджета. Я думаю, это очень хорошо. Это очень круто. И не благодарите, конечно же, я буду продолжать. Вы знаете, сегодня я обратил внимание на вот этот вот ролик. Этот ролик распространяется с целью показать, может быть, человеческий подъем какой-то. Ну вот что-то хорошее, знаете. И распространяется, что самое интересное, представителями госструктур. Я узнала, что в Москве проходит акция. Москва помогает. Я решила хоть чем-то чуть-чуть помочь нашим военным на Донбассе. Принесла носки. А фишка в том, что я типа такого ролика, ну не такое, конечно, но другого видел. Там бабушка совсем-совсем старенькая. И рассказывается, что она имеет маленький домик с удобствами во дворе. Удобствами называется туалет. И она хотела его отремонтировать, скопила денег, но решила, что важнее на фронт. И поэтому купила коптер для военнослужащих. Они его приняли, сказали большое спасибо и все. И я вот себе думаю, когда идут эти сборы на носки, а я видел, что собирают собачью шерсть на носки, и мне начали писать в комментариях, что очень хорошо, они очень теплые. Я понимаю, что они очень теплые, но просто у меня возникает ряд вопросов. Дело в том, что не так давно была озвучена какая-то совсем фантастическая история о том, что со складов вооруженных сил Российской Федерации испарилось полтора миллиона комплектов формы. И все начали говорить, где это, где это обмундирование, и все. Но после этого я ничего не слышал, что кого-то расстреляли, к примеру, или повесили на Красной площади, как это бывает в военное время. А услышал, что собирают на носки, как раз таки, на носки, на теплое белье. И решил я обратить свой взгляд на одного человека, и, наверное, такие люди очень нужны российской власти, Булгаков. Ну, не Михаил Афанасьевич Булгарков, а другой Булгаков, Дмитрий Витальевич. Вот он родился в 54-м году в селе Верхнее Губово. Но суть не в том, где он родился, суть в том, что он делал потом. Потому что в 2008-2010 он начальник тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. И так, знаете, хорошо тыловался, что указом президента от 27 июля 10-го назначен замом министра обороны Российской Федерации. Дело в том, что он был замом министра и предыдущего министра обороны Сердюкова. И нынешнего он остался одним из замов предыдущего, который был назначен еще и замом действующего министра Шойгу. Я же говорю, такие люди очень нужны. Фишка в том, что в 2009-м году случился очень неприятный скандал. Этот скандал случился очень громким, знаете. Связан он был с сухими пайками. Потому что солдатам надо есть. И поэтому им пайки необходимы. А тут фишка в чем? Что была вдруг внезапно, неоткуда буквально, появилась некая компания. И именно эта компания выиграла тендер. Но там было много компаний. И вот те компании, которые другие компании, они внезапно начали сниматься. В СМИ начали писать, что им угрожали руководителям этих компаний, что будет с ним кусь. А другие компании начали снимать из-за каких-то мелочей. Там где-то буква А выглядит как И. Непорядок, надо убрать. Дело в том, что цена пайка внезапно подскочила. В два раза. И вот сообщают как раз таки СМИ. Российская армия не досчиталась сухих пайков. Тогда официальным победителем конкурса стало ООО Серпуховский мясоперерабатывающий комбинат. Но Министерство обороны проигнорировало это и отдало проект спецтехники. Это вон та вот странная компания. Этот контракт 650, друзья мои, миллионов рублей. Итак, закупочная цена была увеличена с 200 до 455 рублей. Ой, тогда прокуратура очень заинтересовалась этим вопросом. И в этом вопросе главным был, конечно же, Булгаков. Булгаков, да и сам министр обороны, наверное, не мог об этом не знать. Коммерциализация Вооруженных сил России в соответствии с новым обликом привела к возникновению скандалов, характерных для армий развивающихся стран, а точнее африканских. Начальнику тыла Вооруженных сил Российской Федерации, заместителю министра обороны Булгакову и начальнику управления госзаказами на обороны внесены представления в связи с поставками в войска сухих пайков. Оказалось еще и хуже того, что эти пайки, у них энергетическая ценность была не рассчитана. Дерьмо, короче, они пайки. Вот в чем дело. Громкая была история. Как вы думаете, чем закончилось? Давайте. Булгакова посадили. На пожизненное. Булгакова посадили на 10 лет. На 5 лет. Подождите, Булгакова на 3 года посадили? Вы думаете, его уволили? Смотрите, друзья мои. На самом деле у Сердюкова потом появилось уголовное дело. Связано оно было с тем, что у него есть любимая там, ну типа, дача. И она стала чуть ли не главным объектом. И туда и дороги прокладывали, и все остальное. И завели это уголовное дело. Впоследствии показания давали замы Сердюкова. В частности, Булгаков. И во многом благодаря его показаниям, это дело было переквалифицировано. А потом вы представляете, что выяснили? А, срок давности уже по нему прошел. Свободен. Ну он-то, в общем-то, освободился в свое время и пришел в Шойгу. И, конечно же, кого назначить к нему? Замом. Кого-то надо из замов, которые умеют делать дела, как говорится. Знаете? А так давайте назначим вот этого как раз. Кого? Булгакова? Ну да. Того, что с сухпайками? Ну да, его. И вот в феврале 2012 года происходит еще один очень громкий скандал. Путин на то время, премьер-министр, общается по селекторной связи и спрашивает, кто не подготовил жилые дома, не утеплил их для военнослужащих. Что нахрен происходит? А ему отвечает как раз таки Булгаков. Говорит, я скажу кто. Зам.министра обороны Булгаков сообщил, что из заместителей министра обороны на сегодняшний день за это отвечает Кузнецов Георгий Васильевич. А отвечал до этого замминистра, который сегодня, представляете, назначен руководить спецстроем. На самом деле заместителя по фамилии Кузнецов у Сердюкова нет. А Георгий Кузнецов возглавляет один из департаментов Минобороны, не являясь руководителем высшего звена. То есть он на голубом глазу, отмазывая коллег, соврал. Ну просто соврал премьер-министру. Вы что думаете, после этого с ним что-то случилось? Нет, потому что у него хорошие покровители. В принципе, в 2012 году соврать Путину, да когда это еще и транслируется по всем федеральным СМИ, это, конечно, ну такая себе, смелый шаг, знаете. Глупый, но смелый. Тем не менее, с ним не случилось ничего. Чем он занимался на посту? Смотрите, там деятельность такая, что не хватит, конечно, одного видео, пришлось бы делать такой фильм на час. Может быть, когда-нибудь и сделаем. Но фишка в том, что у генерала, а он там вообще, он там геройский герой, потому что его там и за Сирию он награжден, и за все, он очень героический человек, ему 70 лет где-то. Вот, и у него есть дочери, две. Вот, вторая тоже при делах. Но первая некая Мешкова, вот, в замужестве Мешкова. Ее муж возглавляет филиал Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий военного клинического госпиталя имени Вишневского. А сама она, ну, Марина Дмитриевна, она бизнесвумен. Ну, бизнесвумен. И у бизнесвумен было несколько компаний. Вот, Медиаклиник, Роспродукт. Роспродукт, приписывают ей еще ряд компаний, но я ее в сучредителях не нашел. То есть, по всей видимости, она просто не заходила в учредители, но приписывается. Ну, смотрите, я не нашел, значит, не будем о ней говорить. Нам, я думаю, хватит вот этого. Роспродукт, там в учредителях еще один человек, Рудов некий. Рудов. Рудов с дочерью господина генерала, он партнер, деловой партнер. Рудов Евгений Михайлович. Он является соусредителем, вместе с Мешковой и Мариной Дмитриевой, ООО Роспродукт. А руководителем является некто Бабаев. Вернее, являлся, потому что компуха уже закрыта. Еще раз повторяю, там была информация, что был открыт еще ряд компаний. Занимались они, вы не поверите. Да, снабжением продуктами российской армии как раз таки. Но они быстро как-то, у них вот быстро очень так, прибыль, вернее как, прибыль они показывали минимальную. Но вот оборот показывали огромную, потому что он был огромным. Вот на миллионы они успели 20 миллионов. Там одна компания вроде 28 миллионов поставить российской армии, а потом ликвидировались. Видно от переизбытка, знаете, как миллионов. Брали и ликвидировались. А вот это вот, вот тут вот успела засветиться. Все-таки дочь господина генерала. Запомнили, да? Бабаев руководитель, Рудов соучредитель. Мы начинаем искать соучредителем, чего еще является господин Рудов. Вот ООО Содружество ветеранов. ООО Приазовская кулинарная компания. ООО Перспектива. ООО Калужская кейтеринговая компания. ООО ГТП Возрождения. Нам достаточно зайти на сайт ГТП Возрождения, чтобы все понять. Потому что их клиентами являются вооруженные силы Российской Федерации. Армия России. Те самые сухпайки. Но может быть другие компании занимаются чем-то другим. Всякое бывает, знаете. Та не. ООО ГТП Возрождения. О, погнали. Федеральное казенное учреждение. Как вы видите, все только служивым. Все-все-все-все контракты только служивым. Следующее. ООО Содружество ветеранов. Ох, только служивые. Служивые, служивые. Служивые и сидящие, так скажу. Потому что федеральное казенное учреждение, вы же понимаете. ООО Роспродукт. Вот здесь вот наша как раз таки Мешкова Марина Дмитриевна. А руководителем, вы помните, в компании, в которой соучредителем являлась дочь генерала тыловика, ответственного за все как раз таки поставки еды, в том числе в российскую армию, был некто Бабаев. Он руководил этим. Так вот на Бабаева зарегистрирована еще одна компания, называется Аристу. Давайте посмотрим, чем они занимаются. Может быть какими-то, ну я не знаю, летательными аппаратами. Может быть уголь добывают. Нет. Они занимаются поставками продуктов. Правильно. Военные части, федеральные казенные учреждения. И поставляют этих продуктов немеренно. Давайте, друзья мои, посмотрим, как происходят эти поставки. Интересно, просто тыкнем вот в самые такие жирненькие поставки. Там по 6 миллионов, по 7 миллионов. Да, вы поняли. Они единственный претендент на эти поставки. Ну, вы понимаете, в чем фишка? Просто компания, ну очень хорошая. Они поставляют там и, говорят, огурцы, помидоры там и все остальное. Такое бывает. Такое бывает. Особенно, если компания связана с дочерью главного тыловика. Вы же понимаете. Контракты заключаются на раз. Все. Единственный поставщик. Зашибись, как мне кажется. А потом исчезает полтора миллионов комплектов формы. И начинают собирать на носки и анучи. И что происходит с Булгаковым? Вешают все-таки на Красной площади? Нет. Садят? Нет, 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 нет. Его увольняют все-таки. Потому что заметили-таки и решили, пора наказать. 70 лет человеку. Пора бы уже дать ему хорошенько. Эх, Путин машет саблей. И вот уже увольняет отвечающего за тыловое обеспечение замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Уйдет в отставку в связи с переходом на другую должность. Подождите, что-то здесь не так. На другую должность такого быть не может. Друзья мои. Может. Потому что такой кадр нельзя просто уволить, знаете, как какую-то проворовавшуюся собаку, можно так сказать. Нет. Такие кадры очень нужны. И поэтому его назначают, да вы не поверите просто. Его назначают, снимая с должности замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, из-за того, что пропала, собственно, материально-техническая база, его назначают на должность главного инспектора, генерального инспектора, управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. Помните, и щуку в речке утопили. То есть, теперь он будет, он, вор со стажем, будет инспектировать. А не воруют ли на армии? Будет главным инспектором. Уже будет, уже есть. Это не поняли и посмели об этом сказать даже депутаты. Потому что, вот, к примеру, в Государственной Думе выразили недоумение относительно обеспечения Российской Армии некто Андрей Гурулев. Он сказал, что не надо было отправлять генерала Булгакова на другую работу. Надо было конкретно спросить, где, что и почему произошло. Почему наши мобилизованные без формы? Но никто спрашивать не решился. Ну и все как-то так, знаете, там Булгаков такой, его там уволили. А оказалось, никто его не уволил. И он сейчас заинспектирует. Я крайне благодарен очень умным подписчикам за то, что они поддерживают такого рода скромные, скромные, да это даже не расследование. Это просто озвучивание фактов. Просто озвучивание того, что многие, я не знаю по какой причине, может из скромности, боятся озвучивать в Российской Федерации. Вот. Поэтому спасибо вам, друзья, за ваше желание знать правду. И я, конечно же, буду продолжать. Потому что там, ну просто, знаете, бездонное. Нечто не имеющее дна, как говорится.